Мэри Поппинс Мэри Поппинс – героиня сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Треворс, няня-волшебница, воспитывающая детей в одной из лондонских семей. Книги о Мэри Поппинс, первая из которых вышла в 1934 году, приобрели огромную популярность как в англоязычных странах, так и в остальном мире. Хелен Гофф родилась в Меллиборо, в Австралии, в семье банковского управляющего Треворса Роберта Гоффа и Маргарет Агнес Морхетт. В детстве Хелен часто представляла себя птицей. Она любила животных, имела богатое воображение и с удовольствием водилась в саду и читала сказки. В 1924 году Памела Треворс переехала в Англию. Как она часто говорила, всего с 10 фунтами в кармане, пять из которых она быстро потеряла. Заметки о путешествии ей удалось превратить в несколько статей, которые она продавала австралийским издательствам. Из Лондона в Австралию и Новую Зеландию Треворс посылала статьи об искусстве. В 1934 году Треворс заболела плевритом и на время отказалась от писательства, набирая сил в старом английском доме в Сассексе. Рассел предполагал, что она пишет книгу о ведьме. Однажды Треворс пришлось посидеть с двумя детьми. Для них она придумала историю о няне, которая носила вещи в саквояже и имела зонтик, с головой попугая на ручке. Как гувернантка Мэри Поппинс пришла в дом номер 17 в Вишневом переулке позаботиться о семье Бэнксов и их четырех детях – Джейн, Майкли и близнеца к Джонне и Барбаре. Сказка превратилась в книгу, о чем свидетельствовала Мария Шепард, дочь первого иллюстратора Винни Пуха. В 1934 году публикация Мэри Поппинс была первым настоящим литературным успехом Треворс. Собор Святого Павла можно увидеть на знаменитом снежном шаре Мэри Поппинс. Также собор появляется в песне «Feed and Birds», которую детям Бэнкса пела их волшебная новая няня. Памела Треворс создала образ идеальной няни. Мэри Поппинс – молодая женщина, ее отличают аккуратность и прекрасные манеры. Все имущество героини состоит из зонтика и большой сумки. Компания James Smith & Sons занимается проектированием и производством высококачественных зонтов, например, ручки из изысканно вырезанной древесины, с 1830 года. Компания умеет создавать приключения из ничего, из самых обычных предметов и при самых обычных условиях, что составляет думать о происхождении их зонтов от магов. Берт взял Мэри Поппинс на крыше Лондона, чтобы показать ей вид на столицу, глазами трубочиста. Своих воспитанников Мэри Поппинс научила двум самым главным в жизни вещам – умению видеть сказочное в обычных вещах и не бояться любых перемен. При всем при этом за свои услуги она просит самое маленькое жалование. В жизни Мэри есть свои тайны. Она имеет бесчисленную родню, а также дружит с некой Мис Кори, которая помнит, как создавали землю.